Прежде чем мы приступим к созданию четвертого блока нашего одностраничника, я бы хотел вам еще показать, как можно придумывать варианты исполнения ваших блоков. Вот, допустим, вы сделали один блок с программой и вам охота попробовать немножко оформить его по-другому. Но как быть? Давайте сделаем так. Мы просто его продублируем. Вот я нажимаю дубликат row. Теперь у нас их стало два. Получается, что один у нас останется, а второй мы сейчас с вами немножко подправим. Что я делаю? Я нажимаю сохранить. И давайте попробуем вот этот первый блок исправить. Сейчас у нас строка разбита на одну колонку. Все 12 строк. В этой колонке получается у нас набросано несколько дополнений. Это текстовый блок программы и блок преимуществ в количестве 5 штук. Я хочу сделать, чтобы у нас остался заголовок. И далее у нас эти вот блоки были в две колонки. Не в одну колонку на всю ширину, а в две. Как это сделать? В принципе, очень просто. Здесь готового варианта такого нет. Но его можно здесь набрать самому. То есть здесь такое небольшое программирование получается с помощью цифр. Мы набираем 12. То есть мы задаем первую строчку. Дальше мы зажимаем shift и плюс. Набираем плюс на клавиатуре. И дальше нам нужно сделать две колонки одинаковых. Это получается, что если следующая строка у нас также в сумме должна быть 12 колонок. То далее у нас должно быть две колонки. 12 делим на 6. По 6 значений. То есть плюс 6. Получается вот такая схема 12 плюс 6 плюс 6. Если после этих двух колонок нам нужно снова будет целую строку. То мы сделаем еще плюс 12. Но нам не надо будет там добавлять строку. Мы это в принципе оставим вот таким образом. И нажимаем сгенерировать. Все. Мы с вами нажали. И у нас получается, что здесь одна строка 12. В ней остались все вот эти дополнения. Потому что они здесь уже были. И снизу добавилось еще две колонки по 6. Что нам теперь нужно сделать? Нам надо просто вот эти дополнения разбросать сейчас по этим колонкам. Мы просто перетаскиваем сюда. Сюда. Дальше. Сюда. Сюда. И одну мы в принципе даже можем оставить вот так. То есть даже так интересно смотрится. Потому что если мы сейчас поставим ее вот сюда. У нас будет одно место пустое. Поэтому здесь можно даже оставить какой-то вариант на всю ширину. Вот краеведческий музей допустим. А эту поставить сюда. Можно оставить вот так. Как вариант. Давайте сделаем все-таки. Пусть будет пустое место. Они как-то будут все равно симметричнее смотреться. С одинаковым размером блоков. Вот таким образом можно также составить чем в одну строку. Давайте оставим вот такой вариант. Он мне кстати больше нравится чем изначальный. Нажмем сохранить. И давайте посмотрим на сайте что у нас получилось. На сайте у нас выглядит вот таким образом. Согласитесь да? Что вот этот вариант он намного гармоничнее и компактнее смотрится. Все. После этого мы вот эту строку нижнюю можем просто удалить. Ее больше не будет. Нажмем сохраниться. Так давайте дальше перейдем к следующему блоку. Этот блок у нас получается будет уже четвертый по счету. Добавляем строку. Так подождите. Давайте определимся сначала с тем сколько у нас там будет колонок и дополнений. Здесь у нас будет три изображения. Соответственно три колонки. Добавляем здесь колонку. строку с тремя колонками. Все. Вот они у нас получились здесь все. Теперь берем дополнение изображения. Вставляем. Удаляем демо картинку и загружаем сюда одну из наших картинок. Которые вот здесь. Давайте посмотрим какие здесь. Сначала фонтан потом маяк и стелла. Давайте так и сделаем. Фонтан. Установим. Здесь мы с вами сделаем только переключение вот этого переключателя. Open in lightbox. Открывать в lightbox. И здесь сделаем немножко цвет при наведении. где-нибудь вот черный максимально черный в угол и 0,4 прозрачность. Это что? Это вот при наведении получается что вот такой вот становится фон и при клике изображение будет вот всплывать на таком темном фоне в полном размере. так нажмем сохранить и давайте размножим это дополнение еще два раза и добавим его в соседние колонки. Зайдем во вторую, поменяем наше изображение на следующее, маяк и третье мы с вами также добавим и сделаем стеллу. Все, сохранимся. Теперь у нас получается что есть галерея фотографий. При нажатии на изображение она всплывает уже в полном большом своем размере. Но смотрите, на сайте примере она у нас сделала немножко по-другому. У нас фотографии от края до края экрана и они здесь слитны. Что нам нужно для этого сделать? Давайте вернемся в редактор и сделаем таким образом. Во-первых, в настройках строки есть такая настройка fluid roll, то есть резиновая строка. Если мы ее включим, наши изображения растягиваются на всю ширину. То есть строка заполняется от края до края экрана монитора. И дальше у нас еще с вами остаются вот эти вот разрывы. Они тоже убираются и тоже в настройках строки. Это вот этот переключатель remove gutter. Это удаление желоба. Желоб считается, что это вот эти вот разрывы. Если мы включим, то увидим, что они у нас слиплись, эти изображения. После этого мы можем с вами нажать сохранить. Перейти на сайт. Обновляемся. И видим, что наши изображения, во-первых, стали больше, во-вторых, они стали слитны. После нажатия на крестик мы увидим, что происходит увеличение. Собственно, как и на сайте примере так же. По сути, мы с вами все сделали очередной блок нашей галереи. Давайте на этом я закончу видео и продолжим уже делать пятый блок в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok